Рассказ Василия Макарыча Шукшина «Как зайка летал на воздушных шариках». Маленькая девочка, её звали Верочка, тяжело заболела. Папа её, Фёдор Кузьмич, мужчина в годах, лишился сна и покоя. Это был его поздний ребёнок, последний теперь. Он был без памяти, любил девочку. Такая была игрунья, всё играла с папой, с рук не слазила. Когда он бывал дома, теребила его волосы, хотела надеть на свой носик кнопку, папины очки, и вот заболела. Друзья Фёдора Кузьмича, у него были влиятельные друзья. Видя его горе, нагнали к нему домой докторов. Но там и один участковый всё понимал. Воспаление лёгких, лечение одно, уколы. И такую махоньку кололи и кололи. Когда приходила медсестра, Фёдор Кузьмич уходил куда-нибудь. Из квартиры на лестничную площадку. Да ещё спускался этажа на два вниз по лестнице. И там пережидал. Курил. Потом приходил. Когда девочка уже не плакала. Лежала, слабенькая, горячая. Смотрела на него. У Фёдора всё каменело в груди. Он бы и плакал, если бы умел. Если бы были только слёзы. Но они стояли где-то в горле, не выходили. От беспомощности и горя он тяжело обидел жену. Мать девочки упрекнул, что та недосмотрела за детём. Тряпками больше занято, а не на ребёнком. Сказал он ей на кухне. Как камни валуны на стол бросил. Все шкафы свои набивают, торопятся. Жена в слёзы. И теперь, если и не ругались, нелегко было бы теперь ругаться. То и помощи, утешения не искали друг у друга. Страдали каждый в одиночку. Врач приходил каждый день. И вот он сказал, что наступил тот самый момент, когда. Ну, словом, все маленькие силы девочки восстали на болезнь. И если бы как-нибудь ей ещё и помочь, поднять бы как-нибудь её дух, устремить её волю какой-нибудь радостной цели впереди, она бы скорее поправилась. Нет. Она и так поправится. Но ещё лучше, если пусть бессознательно, но очень-очень захочет сама скорее выздороветь. Фёдор Кузьмич присел перед кроваткой дочери. Доченька, чего б ты вот так хотела бы? Ну-ка подумай. Я всё-всё сделаю. Сам не смогу. Попрошу волшебника. У меня есть знакомый волшебник. Он всё может. Хочешь? Я наряжу тебе ёлочку. Помнишь, какая у нас была славная ёлочка? С огоньками. Девочкина ручка шевельнулась на одеяле. Она повернула её ладошкой кверху, горсткой. Так она делала, когда справедливо возражала. Ёвечка, её зимой бывает-то. Да-да. Поспешно закивал сидеющий головой папа. Я забыл. А хочешь, сходим с тобой, когда ты поправишься. Мульти-пульти посмотрим. Много-много. Мне нельзя много, сказала умная Верочка. Папа. Вдруг даже приподнялась она на подушке. А дяде Игорь казачку рассказывай про зайку. О, хорошенькая. Так-так. Радостно сполошился Фёдор Кузьмич. Дядя Егор тебе сказочку рассказывал про зайку. Верочка закивала головой. У неё даже глазки живо заблестели. По зайку. Тебе охота бы послушать, как он и этой на сайках. Как он летал на шариках? На каких шариках? Ну, на сайках. Дядя Игорь переедет. Дядя Егор? Да нет. Дядя Егор далеко живёт. В другом городе. Ну-ка, давай, может, мы сами вспомним. На каких шариках зайка летал? На воздушных? Катался? Да нет. У Верочки в глазах показали слёзы. Вот какой-то. Ветей подуй. Он высоко-высоко пойдет ей. Пусть дядя Игорь приедет. Дядя Егор-то? Он далеко живёт, доченька. Ему надо на поезде ехать. На поезде ту-ту-ту-ту. Или на самолёте лететь. А ты я скажи. Про зайку-то? А ты мне маленько подскажи. Я, может, вспомню, как он летал на шариках. Он что, надул их, полетел? Девочка в досаде большой сдвинула бровки. Зажмурилась и отвернулась к стенке. Отец видел, как большая слеза выкатилась из уголка её глаза. Росинкой ясной перекатилась через переноси и упала на подушку. Доча, взмолился отец, я сейчас узнаю. Не плачь. Сейчас. Мама, наверное, помнит, как он летал на шариках. Сейчас, доченька. Ладно, сейчас я тебе расскажу. Фёдор Кузьмич чуть не бегом побежал к жене на кухню. Когда вбежал туда, такой, жена даже испугалась. Что? Да нет, ничего. Ты не помнишь, как зайка летал на воздушных шариках? На шариках? Не поняла жена. Какой зайка? Фёдор Кузьмич опять рассердился. Француз зайка с рогами зайка. Сказку такую Егора я рассказывал. Не слышала. Жена обиделась. Заплакала. Фёдор Кузьмич опомнился. Обнял жену. Вытер ладошкой её слёзы. Ладно. Ладно. Прямо как преступница. Сижу здесь, выговорила жена. Что ни слова, то попрёк. Один ты, что ли, переживаешь? Ладно, ладно. Говорил Фёдор. Ну, прости. Не со зла. Голову потерял. Ничего не могу придумать. Какую сказку-то? Про зайку какого-то. Как он летал на воздушных шариках. Егор рассказывал. Вдруг спохватился Фёдор. А я сейчас позвоню Егору. Пойду и позвоню с почты. Да зачем с почты-то? И с домом можно? Да из дома-то. Пока их допросишься. Из дома-то. Сейчас я сбегаю. И Фёдор Кузьмич пошёл на почту. И пока шёл, ему пришла в голову совсем другая мысль. Вызвать Егора сюда. Приедет, расскажет ей кучу сказок. Он мастак на такие дела. Ясно, что он выдумал про этого зайку. И ещё навыдумывает всяких там. Сегодня четверг. Завтра крайний день. Отпросится на денёк. А в воскресенье вечером улетит. Два с небольшим часа на самолёте. Ещё так думал Фёдор. Это будет для неё, для девочки неожиданно и радостно. Когда приедет сам дядя Игорь. Она его полюбила. Полюбила его сказки. Замирала вся, когда слушала. Не так сразу Фёдор Кузьмич дозвонился до брата. Но всё же дозвонился. К счастью, Егор был дома. Пришёл пообедать. Значит, не надо долго рассказывать. И объяснять его жене, что вот заболела дочка. И такие дела. Егор, кричал в трубку Фёдор. Я тебя в воскресенье посажу в самолёт, и ты улетишь. Всё будет в порядке. Но хочешь, я потом напишу твоему начальству. Да нет, тоже кричал оттуда Егор. Не в этом дело. Мы тут на дачу собрались. Ну, Егор, ну отложи дачу. Ёлки зелёные. Я прошу тебя. У неё как раз переломный момент, понимаешь? Она заплакала давеча. Да я-то рад душой. Слышь меня? Ну-ну. Я-то рад бы душой. Ну. Егор что-то замялся там. Замолчал. Егор, Егор, кричал Фёдор. Погоди, откликнулся Егор. Решаем тут с женой, догадался Фёдор. Жена там поперёк встала. Егор. А Егор, дозвался он. Дай-ка трубку жене. Я поговорю с ней. Здравствуйте, Фёдор Кузьмич. Донёсся далёкий, вежливый голосок. Что? У вас доченька заболела? Заболела Валентина. Фёдор забыл вдруг, как её отчество. Знал и забыл. И переладился на ходу. Валя, отпусти, пожалуйста, мужа. Пусть приедет. На два дня. Всего на два дня. Валенька. Я в долгу не останусь. Я? Фёдор с горяча не мог сразу придумать, чтобы такое посулить. Я тоже когда-нибудь выручу. Да нет. Я ничего. Мы, правда, на дачу собрались. Знаете, зима стояла без присмотра. Хотели там? Валя. Прошу тебя, милая. Долго сейчас объяснять. Но очень нужно. Очень. Валя. Валь. Да. Фёдор. Я это... Отозвался Егор. Ладно. Слышь? Ладно. Мол, вылечу. Сегодня. Ох, Егор. Фёдор помолчал. Ну, спасибо. Жду. А у Егора, когда он положил трубку, произошёл такой разговор с женой. Господи, сказала жена Валя. Всё бросай и вылетай. Девочке сказку рассказывай. Ну, болеет ребёнок. А то дети не болеют. Как это, чтобы ребёнок вырос и не болел? Егору и самому в диковинку было лететь чуть ли не полторы тысячи километров, рассказывать сказки. Но он вспомнил, какой жалкий был у брата голос. У него слёзы, слышали сговорки. Нет, видно надо. Может, больше надо самому Фёдору, чем девочке. Первый раз собрались съездить. Капала жена Валя. Большакова вон ездили. Говорят, у них крыша протекла. А у нас крыша-то хуже ихней. Ну, так бы и сказала ему, вскипел Егор. Чего ты ему так не сказала? Чего ты? Уже ж посулили? Нет, давай. Душу теперь травить. Ладно, не ори. Душу ему растравили. Что я? Голоса лишённая. Своё мнение высказать? Бо чего ты ему-то не высказала? Высказала бы ему. А то туда же посочувствовала. А у вас доченька заболела. Не злой был человек, Егор. Но передразнивать умел. Так, до обидного похоже. Так у него это талантливо выходило, что люди нервничали и обижались. Тем и оборонялся Егор в жизни. Потому, наверное, из сказки-то мастер был рассказывать. Передразнивал всех зверей. Злых, добрых. А особенно смешно передразнивал вредную бабу-ягу. Ехай, ехай, махнула рукой жена Валя. Ехай, ублажай там, если больше делать нечего. Какие ведь господа живут-то? А случалось, что эти господа и тебе помогали. Егор Сукаризный посмотрел на жену. Забыла? Жена Валя ушла в другую комнату, середита хлопнув дверью. Нет, не забыла. Федор Кузьмич устроил ее дочь в институт. Как тут забудешь? Но и расстроилась она очень. И не показать этого тоже не могла. Егор также расстроился. Так сложились их отношения с женой. Давно уж и незаметно. Как-то сложились, что главными в доме были дела жены. Егор покорился этому. Ибо сам не умел ни достать ничего, ни устроить путевку в дом отдыха, ни объясниться с учителями в школе. Умел только работать. Но ведь что же? Кони тоже умеют работать. А от работы одной толку мало. Это Егор также давно понял. И потому смирился. Иногда, правда, бунтовал. Но слабо и нерешительно. Скипит, посверкает глазом. Да досато наматерится в душе. И все. Как-то лучше не бунтовать вовсе. Не протестовать. А то эти протесты больше только разжигают хозяйскую похоть людей крепких. Егор еще немножко сердито поторчал в комнате. Взял из комода 40 рублей и ушел. Хорошо, что не надо чемодан брать. Гостинцев бы захватить. Но, ладно. Раз уж так все. С тормозами. Какие уж тут гостинцы. Ладно. Хоть сам поехал. Думал Егор. Маленькую Верочку стало вдруг очень жалко. Сперва в попыхах. Не совсем понял, сколь нужна, важна эта поездка. А теперь, когда поехал, понял до конца. Глупо было и раздумывать. А вдруг да. Но эта мысль Егор ее вообще прогнал. Из головы. Не стал даже додумывать. Позвонил из автомата начальнику цеха. Егор был мастер-краснодеревщик. На работе его ценили. И тот беспрекословно отпустил его. Знал, что Егор наверстает эти полтора рабочих дня. И даже больше. В аэропорту, в кассе, Егор... Сказали ему, что билетов нет. Ну, может, один какой-нибудь. Робко попросил он. Что значит один как-нибудь? Нет билетов. Повторили в окошечке строго. Егор постоял, посмотрел на женщину за стеклом. И еще раз сунулся к ней. Мне очень нужно, девушка. Там это, ребенок. Гражданин. Я же вам сказала, нет билетов. Неужели не понятно? Один ему как-нибудь. Да понятно-то, понятно. Егору захотелось передразнить женщину. Он бы сумел это сделать. Ээээ, вдруг вспомнил он. А этот-то, кому стеллажи-то делал? Он же говорил, что будет нужно, если обращайтесь ко мне. К счастью, Егор записал телефон того могучего товарища. Поискал в книжечке, нашел долго, подробно мысолил в трубку про маленькую племянницу, про брата, про сказки. Куда билет-то нужен? Вышел из терпения могучий товарищ. В Энск. Сразу и надо было сказать. На сегодня? Один. Один. На сегодня. Я уже здесь, понимаете? Я здесь, в аэропорту. А билетов, говорят, нету. Я думаю, да неужели так и ни одного билета и нету? Не может же быть. Думаю, такого. Перезвоните минут через десять. Опять прервал уверенный басок. Егор понял, что улетит сегодня. Походил по вокзалу, подождал минут пятнадцать и позвонил. Подойдите к кассе номер три и возьмите билет. Вот, сказал басок. Вот, спасибо-то, кинулся Егор с благодарностями. А то я уже стал сомневаться. А брат чуть не со слезами просил. У него, понимаете, это второй брак. Ребеночек последний. Он поэтому так переживает. Я ее тоже люблю. Девочка-то такая смышленая. Все сказками интересуется. Ну, до свидания, сказали на том конце. Счастливо долететь. До свидания, сказал Егор. Касса номер три – это не та, куда он подходил. Если бы была та, Егор сказал бы той женщине в окошечке. Сказал бы. Значит, все же нашелся один билетик. Эх вы, как же так получается, уважаемая. А сидишь, строгую себя изображаешь, справедливую. Вам же сказали, нет билетов. А один звонок – и билет, оказывается, есть. Значит, так надо и говорить. Для вас нету. А вид-то, вид-то, не подступись. А такой же нуль, только в пилотке. Ну, может, не так бы едко сказал, а может, и не сказал бы вовсе. Правда? Что нуль? Чего ей говорить? В Энске Егор прибыл под утро, часов пять. А в шесть был уже у брата. Позвонил. Открыла хозяйка. Надежда Семеновна. О, удивилась она. Так рано. С билетом удачно вышла. Радостно сказал Егор. Прямо сразу улетел. Как Верочка? Лучше. Она еще спит. Вы потише, пожалуйста. Конечно. Тихо воскликнул Егор. А Федор-то дома? Дома. Ну, мы на кухне пока посидим. Пусть он на кухню придет. Федор пришел на кухню. В халате, в шлепанцах. В сонной, большой, нелепой в этом халате. Егора даже смешно стало. Ты прямо как поп вьем, сказал он, здороваясь. Брат Федор покривил в ухмылке губы. Как долетел, хорошо. А что там, жена-то возражала, что ли? Да на дачу собрались. Да ну ее. Что это она у тебя командовать-то любит, а? Да. Че об этом-то? Как верочь-то-то? Перелом наступил. Поправится. Трухнул я тут. Да я уж понял. Давай еще-нибудь чаю или кофе. А может что-нибудь с дороги-то? Смешной Федор начал соваться по шкафам. Сейчас мы изобретем. Во, коньяк. Будешь? Давай. Егор с интересом наблюдал за старшим братом. Раза три Федор был у Егора. Не то что в гостях. Проездом. Всех поразил своей деловитостью. Этаким волевым напором. Избытком сил. Да. Подумали в провинции. Эта птица может больно клюнуть. Давай, братка, давай. Смешной ты какой-то. Не удержался и сказал Егор. Нормальный человек. Никакой не деятель. Ну. Недовольно, молвил Федор. Чего тут смешного-то? Халат, что ли? Никогда не видал? Удобная штука, кстати. Да не халат. Ну, давай. Со встречи. И чтоб Верочка скорее поправилась. Братья выпили из маленьких, но каких-то очень тяжелых рюмочек. Помолчали. Как живешь-то? Спросил Федор. Да как? Егор потянулся к пепельнице и рукавом пиджака свалил хрустальную рюмочку патрона. Рюмочка пискнула звонким краешком в гладкий стол и раскололась. Ах ты, Господи! Испугался Егор и глянул на брата. Тот усмехнулся, прихватил осторожно пальцами рюмочку и отскочивший ее краешек и бросил в мусорную корзинку. Видно, с детства живет этот страх в человеке, сказал Федор. Вот знаешь, Верочку, уж никто никогда не ругал за посуду, а один раз выронила блюдца. Да так испугалась. Я же ее и успокаивать кинулся. Ерунда. Мол, чего ты так испугалась? Куклу уронит? Ничего. А посуду? Есть, наверное, какой-то закон здесь, а? Наверное. Рюмка-то дорогая, черт тебя возьми, с ожирением сказал Егор. Хрустальная? Да брось! Недовольно уже сказал Федор. Хрустальная. Все равно это вещь и должна служить человеку. Ну и отслужила свой век. Туда я и дорога. Братья, пожалуй, смутно догадывались, что говорить им как-то не о чем. В прошлый приезд другое дело. Дочь Егора, Нина, сдавала вступительные экзамены. Начала сдавать сразу неважно. Должен был вмешаться Федор. Все разговоры крутились вокруг экзаменов, института. Егор жил у Федора. Очень переживал за дочь. Но особенно не высовывался советами. Все надежды свалил на брата. И только со страхом ждал, когда наконец закончатся эти проклятые вступительные экзамены. Тогда-то он и подружился с маленькой Верочкой. И вечерами выдумывал ей всякие сказки. Тогда все как-то проще было. Как Нина-то вспомнил и Федор про Нину. Может, тоже подумал, что когда Нина устраивалась в институт, было хлопотно. Но разговоры случались сами с собой. Не надо было выдумывать, о чем говорить. Работает в библиотеке. Я говорю, отдохни ты лучше. Покупайся вон. Успеешь еще? Наработаешься? Нет. Лучше глянется, работать. Практика, говорит, мне будет. Ну и пусть работает, полезней. Накупаться тоже успеет. Сейчас надо главный этот рубеж взять. Окончить институт. Да ведь устают. Пойди от учебы-то. Ни уж не устают. Да ничего страшного-то нет в учебе. Напористо и поучительно сказал Федор. Что за дикость такая? Учебы страшиться, бояться. Уж нашему ли народу не учиться? Давно и давно пора. Нет. Помню бабка Фекла. Федька, не дочитывая до конца книгу, спятишь. Вот же понимание-то. Да почему? Черт его в душу знает. Откуда этот панический страх перед книгой? Нам-то как раз и не хватает этой книги. И вот извольте, не дочитывай до конца. А то с ума сойдешь. А что? Были же случаи. Да от книг что ли? От книг. Парень вон у Гниловых. Игнаху-то. Помнишь? Вон сын ее, Витька. Зачитался? Тихое помешательство. С чего вы решили, что от книг-то? Читал день и ночь. Ну и что? Как же? Зачитался. Федор хмыкнул с досадой, но пока не стал говорить. Достал другой хрустальный патрончик, плеснул у него коньяку. И себе тоже плеснул. Давай. С ума они, видите ли, сходят от чтения. Ты много за свою жизнь книг прочитал. Я не пример. А кто пример? Ну, я вот. Прочитал уйму книг. Жив-здоров. Чувствую, что мало еще прочитал. Надо бы раза в три больше. Куда тебе больше-то? Удивился Егор. Чего не хватает-то? Всего же в досталь. Знаний не хватает. Середита сказал Федор. Вот чего. Вот они приходят сейчас, молодые, на смену и поджимают. Да как поджимают? Сколько-то еще подержимся, а дальше-то? Извини, подвинься. Надо уступать. Жизнью, брат, не поспоришь. Не знаю, сказал Егор. Меня, например, никто не поджимает. Да тебя-то, твое дело, не обижайся, конечно. Но дело твое каждый сумеет делать. Ну, не каждый. Через одного. Есть вещи сложнее. Ну, и надо уступать. Тоже чего-то рассердился Егор. Наверное, за профессию свою обиделся. А то и вправду-то смотришь, сидит пень пнем. Только орать умеет. Не торопись. С дрожью в голосе протянул Федор. Больно прытки. Есть еще такие понятия, как опыт. Старшинство ума. Дачу увидели. Машину увидели. А не видите, как ночами приходится ворочаться. Вот. Ты в субботу-то купаться пошел, а я сижу в кабинете. Звонка жду. То ли он позвонит, то ли не позвонит. А и позвонит. Да что скажет. Это ведь легче всего в чужом кармане деньги считать. Их заработать труднее. Я не считаю твои деньги. Что ты? Я не про тебя. Есть любители. Сам еще ночного горшка не выдумывал. Сопляк. А уже с претензиями. Нет. Подожди. Пусть сперва молоко материнское на губах обсохнет. Потом я выслушаю твои претензии. Свистуны. Мне что? На блюдечки все это поднесли? Федор неопределенно покачал головой. То ли он имел в виду эту большую богатую квартиру. То ли адресовался дальше. Дачу с машиной и с гаражом подразумевал. То ли наконец показал на шифоньер, где висел его черный костюм с орденами. Тут уж я самому Господу Богу могу прямо в глаза смотреть. Все добыто трудом. Вот так. Сам от работы никогда не бегал. Но и другим. Федор чуть жал хрустальную рюмочку. И она вся спряталась в его огромном кулаке. Нет. Крепок был еще Федор Максимов. Не скоро подвинется и даст место другому. Подняли страну на дыбы. Выходи вперед. Не бегай по кустам. Федор, наверное, чуть-чуть захмелел. Не скоро подвинется. А может, высказывал наболевшее. Благо, повернулся брат родной. Должен понять. Вот так надергаясь за день-то наорешься, как ты говоришь. Без этого, к сожалению, тоже не обойдешься. А ночью лежишь и думаешь. Да пошли вы все к чертям собачьим. Есть у меня Родина. Вот перед ей я и ответчик. Так я живу или не так? Кто тебе говорит, что ты не так живешь? Сказал сочувственный Егор. Что ты? Наоборот, я всегда рад. За тебя всегда думаю. Молодец, Федор. Хоть один из родни в большие люди выбился. Дело не в больших людях. Не такой уж я и большой. Просто делаю свое дело. Стараюсь хорошо делать. Но нет. Пристукнул Федор рыбом ладони по столу. И даже не спохватился, что шумит. Найдутся некоторые. Будут совать свой нос. Будут намекать, что крестьянский выходец не в состоянии охватить разумом перспективу развития страны. Что крестьянин всегда будет мыслить своим наделом пашни. Вот еще как рассуждают, Егор. Федор посмотрел на брата, стараясь взглядом еще донести всю глупость и горечь такого рода рассуждения. Вот еще с какой стороны приходится отбиваться. А кто ее строил во веки веков? Не крестьянин ли? У тебя неприятности, что ли? Спросил Егор. Неприятности. Федор вроде как слушался само это слово. Еще раз сказал в раздумье. Неприятности. И вдруг спросил сам себя. А были они? Приятности-то. И сам же поспешно ответил. Были, конечно. Да нет. Ничего я так. Устал за эти дни. Изнервничался. Есть, конечно, и неприятности. Без этого не проживешь. Ничего. Все хорошо. А Егору что-то вдруг так сделалось жалко брата. Так жалко. И лицом. И повадками Федор походил на отца. Тот тоже был труженик вечный. И тоже так же бодрился, когда приходилось худо. Вспомнил Егор, как в 33-м году, в голодуху, отец принес откуда-то пригоршни три пшеницы, немолотые, шумно так заявился. Живем, ребятишки. Живем, ребятишки. Мать сварила жито, а он есть отказывается. Да тоже весело, бодро. Вы ешьте, а я уж поел дорогой. Аж брюхо пучит. А сам хотел, чтобы ребятишкам борща досталось. Так и Федор теперь. Хорохорится, а самому худо что-то. Это видно. Но как его утешишь? Сам все понимает. Сам вон какой. Да, сказал Егор. Ну и ладно. Ничего, братка. Ничего. Дыши носом. Что за сказку ты ей рассказывал? Спросил Федор. Про зайку-то. Как он летает на воздушных шариках. Егор задумался. Долго вспоминал. Даже на лице его, крупном, добром, отразилось, как он хочет вспомнить. И вспомнил. Аж просиял. Про зайку-то. Ха. Вот. Пошел раз зайка на базар с отцом. И увидел там воздушные шарики. Много. Да все разноцветные. Красные, синие, зеленые. Егор весело смотрел на брата. А рассказывал так, как если бы он рассказывал самой Верочке. Не убавлял озорной сказочной тайны, а всячески разукрашивал ее и отодвигал дальше. Вот. И привязался он к отцу. Зайка-то. Купи да купи. Отец и купил. Ну. Купил. И сам же и держит их в руке. А тут увидел. Морковку продают. На-ка. Говорит. Подержи шарики. Я очень. Очередь пока займу. Зайка-то. Маленький-то. Взял их. И надо же. Дунул как раз ветер. И зайчишку нашего. Подняло. И понесло. Понесло. Выше облаков залетело. Федор с интересом слушал сказку. Раза два даже. Носом шмыгнул. Забывчивости. Как тут быть? Спросил Егор брата. Тот не понял. Чего как быть? Как выручать зайку-то? Ну. Спасаешь как-нибудь? Усмехнулся Федор. На вертолете что ли? На вертолете нельзя. От винтов струя сильная. Все шары раскидает. Ну и как? Вот все смотрят вверх и думают. Как? А зайка кричит там. Бедный. Ножками болтает. Отец тут с ума сходит. И вдруг одна маленькая девочка, Верочка, допустим, кричит. Я удумала. Это у меня Нина, когда маленькая была, говорила. Я удумала. Надо. Я придумала, а она. Я удумала. Вот Верочка и кричит. Я удумала. Побежала в лес. Созвала всех пташек. Она знала такое одно словечко. Скажет. И все зверушки, все пташки ее слушаются. Вот. Значит. Созвала она птичек и говорит. Летите, говорит, к зайке. И проклевывайте клювиками его шарики. По одному. Все сразу не надо. Он упадет. По одному шарику прокалывайте, и зайка станет опускаться. Вот. Так и выручили зайку из беды. Федор качнул головой, усмехнулся, потянулся к сигаретам. А чтоб не кокнуть еще одну дорогую рюмочку, прихватил другой рукой широкий рукав халата. Довольно это. Современная сказочка. Я думал, ты про каких-то там нибудь волшебников, про серого волка. Нет. Я им нарочно такие, чтоб заранее к жизни привыкали. Пускай знают побольше. А то эти волшебники, да цари, сейчас какая-то жизнь-то не такая. Тут такие есть волшебники, что о-о-о. Да, тут и есть волшебники, целые змеи-горынычи, засмеялся Федор. Не говоря уж про Бабу-Ягу. Что не бабочка, то Баба-Яга. Мы твою-то не разбудим громко-то. Бабу-Ягу-то? Хохотнул опять Федор. Ничего, у меня, Егор, даже не Баба-Яга, сбавил он в голосе. У меня нормальная тряпочница, мещанка. Но так мне, седому дураку, и надо. Знаешь, Федор заикнулся, было про какую-то свою тайну. Тоже. Но безнадежно махнул рукой и не стал говорить. Ладно, чего там. Егор опять поразило, как не похож этот Федор на того, напористого, властного, каким он бывал на людях, на своих стройках. Что-то все же томит тебя, братец, сказал Егор. Давай уж, может, и помогу, каким словом. Да ничего, смутился Федор. И чтоб скрыть смущение, потянулся опять к сигаретам. Я и так что-то сегодня размяг, что ли, с тобой. Все нормально, Егорша, все хорошо. Помолчал, глядя в стол. Потом тряхнул головой. С усталой улыбкой посмотрел на брата. Еще раз сказал. Все хорошо. Хорошо, что приехал. Правда. Я, знаешь, что-то часто стал отца покойника во сне видеть. То мы с ним косим, то будто на мельнице. Старею, что ли. Старею, конечно. Что же делаю? Коней еще часто вижу. Я любил коней. Стареем, согласился Егор. Давай-ка-то за память светлую наших родителей. Федора наполнил два хрустальных патрончика коньяком. Мы ведь тоже уже завершаем свой круг, а? Федор, словно пораженный этой мыслью, такой простой, такой понятной, так и остался сидеть некоторое время с рюмкой в руке. Смотрел сперва на брата, потом опять в стол смотрел пристально, даже как будто сердито, очнулся, качнул рюмочку, приглашая брата выпить. Да, сказал он, разворотил ты мне душу, а чем не пойму. Наверное, правда, устал за эти дни, думал, никакая меня беда не согнет, а вот на-ка. Ну ничего, ничего вообще-то, не жаль. Стряхнулся он и сверкнул из-под нависших бровей своим прямым взглядом. Жалко дочь малую, но подпояшимся потуже и будем жить. Так, спросил брата, спросил, как спрашивал многих других днем на работе, на стройках своих, спросил, чтобы не слушать ответа. Ибо все ясно. Так, Егор же, так, ложись-ка сосни часок-другой, а там и Верунька проснется, а я посижу, пока тут с бумажками покумекаю. Да, вспомнил он. Подскажи-ка мне, чего бы такое жене твое купить? Подарок какой-нибудь. Брось, сердито воскликнул Егор. Чего брось? Мне сейчас будет звонить один, волшебник один. Федор искренне от души засмеялся. Вот волшебник, так волшебник. Всем волшебникам волшебник. У него там всего есть. Чего бы хотел? Говори. Да брось ты. Еще раз сердцем, сказал Егор. Что за глупость такая? Подарки какие-то? К чему? Федор с улыбкой посмотрел на брата, кивнул согласно головой. Ладно, иди спи. Там постель тебе приготовлена. Иди. Егор потихоньку прокрался в одну из комнат, разделся, присел на край дивана, который был застелен свежими простынями. Посидел, огляделся, посмотрел на окно, форточка открыта, достал из кармана папиросы, закурил, курил и стряхивал пепелок в ладошку. Спать не хотелось. Вошел в комнату Федор. Слушай, сказал он, у меня что-то серьезно душа растревожилась. Наговорил тут тебе всякой всячины. Подумаешь, бог знает что, а? Федор улыбнулся, присел рядом на диван и даже по спине, братца, хлопнул весело. У меня все хорошо, все хорошо, я тебе говорю. Чего смотришь так? Как? Ничего. Я ничего не думаю. Что ты? Да смотришь как-то, вроде жалеешь. Ну, парень, воскликнул Егор. Ты что? Ну, тогда ладно, поспи, поспи маленько, а то ведь не спал, небось, в самолете-то. Поспи. Ладно, сказал Егор, посплю, покурю вот и лягу. Ммм. Федор вышел. Егор осторожненько стряхнул пепел в ладошку, склонился опять локтями на колени и опять задумался. Спать не хотелось.